всем привет с вами ксения ли рада приветствовать вас на канале мемуарис сегодня продолжается наш совместный проект путешествия в лето выйдя за рамки и я посвящаю это видео спиннеру но на самом деле на этом этапе обязательными элементами нас являются рамки спиннер или самодельные вырубные рамки необязательные дополнительные элементы вырубка украшение из карт-стока штамп пагет кемалевые капли кармашек нитки но не строчка пером кисточка или полоски вы можете совмещать любые два эти элемента тем временем у меня уже готовы самодельные вырубные рамки я использовал нож мимикат и делаю теперь основу для своего спиннера в очередной раз у меня это будет разделитель хотя я думала о том чтобы сделать из него фотографию вы видели я показывала что если взять рамку побольше фотографию поменьше то можно сделать идеальную рамку спиннер с фотографией но так как у меня все таки была серия не из двух фотографий а из трех и я хотела использовать все 3 эти фотографии то я отказалась от идеи рамки спиннера с фотографией сейчас вы видите я вырезаю окошко в котором собственно будет крутиться мой спиннер делаю это очень просто обвела окошко в рамке теперь прикладываю свою основу и максимально так чтобы все стороны соединились и обвожу нам уже вырезанную для того чтобы они были абсолютно идентичны и зеркально повторяли друг друга и тогда у меня все рамки встанут на место окошки будут идеальными и когда закроется моя вся конструкция то окошко будет ровным идеальным как надо ну и собственно в этот момент начинается вся вся интересная штука собственно делается сама рамка сам спиннер спиннер делается очень просто это нитка которую прикреплено то что крутится вуаля все готово как всегда в работе использую двусторонний скотч ничего нового это мой любимый материал быстрый надежный и недорогой опять-таки его не нужно заказывать в интернете и долго долго ждать пока он вернется он продается у меня недалеко от дома поэтому у меня всегда есть запасы этого двустороннего скотча что я делаю я отмечаю середину сейчас моего окошка взяла уже белую нитку сначала я хотела делать на серебряные нитки но потом подумал что это слишком потенциозно и решил сделать просто на белый тем более она немного утолщен это я не знаю сколько как они разделяются эти нитки но в общем она в два раза толще чем обычная швейная нитка вот и в общем то все вуаля приклеили нитку и основа спиннера готова осталось только самое простое украшение немного добавляю жидкого клея для того чтобы оно схватилось намертво и нитка никуда не убегал потому что у меня уже были прецеденты когда спиннер ну немножечко ослаблялся и крутился уже не так задорно но полностью нитка никогда не вылазила поэтому прошу прощения тут моя голова практически будет вылазить потому что мне нужно приклеить все элементы так чтобы они зеркально повторяли друг друга кстати пока у меня длится нудный неинтересный процесс приклеивания двустороннего скотча к рамке и в ко всем рамкам ко всем заготовкам расскажите мне пожалуйста как вы относитесь вообще к интерактивным элементам потому что я знаю многие люди говорят ну как-то сложно я не буду это делать или да конечно это интересно но мне не по зубам или нет это скучно и вообще не стоит тех трудов которые закладываются лично я очень люблю интерактивные элементы но может потому что у меня дети которые любят разглядывать альбомы все крутят вертят щелкают особенно у меня сын старший любит интерактивные открытки и я ему уже два года обещаю сделать интерактивную книжку самим написать сказку и используя штаб и ножи сделать интерактивную книжку я думаю что может быть когда-нибудь я все-таки ее сделаю потому что хочется новогоднюю красивую приливающиеся со спиннерами открывашками секретиками и очень-очень доброй позитивной сказкой тем временем пока тут с вами рассказываю про интерактивные элементы я уже приклеила рамки с двух сторон и показываю вам что все в общем-то готово уже красиво и уже нитку видно так как я решила сделать рамку в рамке рамка в рамке рамкой погоняет то соответственно уже приклеиваю вот эту внутреннюю рамочку приклеивается очень просто приклеиваются к нитке не знаю как объяснить и вторую рамку тоже которая будет поверх закрывать саму конструкцию спина чтобы все было красиво и хорошо я тоже приклеиваю сверху опять использую мой любимый двусторонний скотч и вуаля рамка в рамке крутится ей получилось но это мне тоже показалось недостаточно потому что хочется что-то внутрь на раз в рамке есть еще место на хочет что-то внутри положить и мне на помощь пришли эти маленькие чудесники вкусненькие пафе стикеры у меня есть разные формы мне повезло они зеркали тоже повторяют друг друга я сначала хотелось сделать ну простую форму типа солнышко мячика цветочку кругленько что-то такое но потом увидела что у есть два чудесных красивых фламинго и все и у меня теперь рамка спиннер а в ней фламинго до из дополнительных элементов я здесь использовала если я не ошибаюсь вырубку и пайетки они у меня пристрочены к рамкам если вы видели мое предыдущее видео по предыдущему этапу то вы знаете что я уже давно сразу сделала заготовки из рамок с разными элементами с пафе стикерами с пайетками и прострочила их и получилось очень клево так что все жмите мне нравится если видео вам понравилось увидимся скоро до новых встреч пока пока